Ну вот, финал, счёт 2-2, Empire Liquid, и мы на первую игру начинаемся. Вот, в начале, на карту Atlantis, корабль Atlantis Spaceship, за команду Empire нашего сборного из Сибири, есть Beastie Cutie, оранжевый Terran. Его соперник на нижней левой части, край карты, за команду Liquid, очень крутой Terran, много чемпионатов и последних выиграл, просто сейчас в восторге, как он это круто играет, есть у нас Liquid Teja, и такой молодой тоже, боже ты мой, вот эти все игроки начинаются быть, это, молодее, молодее, Teja, ему примерно только сейчас 18 лет, Есть сейчас Maru, ему 14 или только 15 стало, Live за команду StarTail, ему 16 только лет, вот эти такие молодые игроки, так круто и быстро играет, умно тоже, очень мудро играет за их возраст, это, мне очень нравится смотреть. Ну, как есть, первая игра начинается, хэппи берет газа, очень-очень рано сейчас, смотрится, он сейчас пойдет, может замек, или может будет начинаться реактор хеллинов, какого билда, очень-очень рано забрал газ, это обычно ты такого не видишь, хоть бы на 12, но он почти забрал на 10 хранилище, очень-очень-очень интересно смотреть. Ну вот сейчас это на 13 добавляет барак уже, все по стандартному типу, на той стороне у Teja, забрал чуть-чуть пораньше газ, ну, побыстрее, чем, ну, по секунду побыстрее, чем у PCC, и прикольно, какого игроков почти одинаково играет, ну, Teja, просто секунду побыстрее. Сейчас смотрю в чечки, ну, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ну, круто, ну, видно, нет никаких вопросов всяких. Вы, пеки, знаете про Старкрафт, вы знаете, вы умные. Если вам кто-то говорит, что вы не умные, не слушайте их, они просто плохие, плохие люди, это я верю вас, вы умные пеки. И вижу, Вольд перешел в чат, всем привет, дайте Вольду, он мой партнер в доте, он, он антикраб. Блэк Джек, если вы смотрите мой стрим, Блэк Джек Краб, Вольд Анти Краб от моих зрителей. Ну, как есть сейчас, Бистик Юти, а сейчас Фэктори добавляет, реактор ставит на его барак, себя чуть-чуть отблокирует, и смотрится, просто типа будет идти в билл, как мы, может, видели от Хэппи, где он сейчас, посмотрим, если он обменит, на реактор Хэллинов, или просто пойдет это быстро Танков и Баншей. На той стороне Тейжа будет играть в макро, уже берет своего Экспенд, Есть у него Фэктори из Тек Лэб, значит, может Сыть Штанков быстро пойти. И, та-та-та-та-та-та, пока все спокойно, нормально, оба игроков типа так пассивно играют, ну, потому что сейчас в Бистик Юти нет никакого подготовочного Экспенд, я чувствую, он может чуть-чуть побольше агрессивно пойдет, и как вот я сейчас смотрю, у него Хэллинов есть, От реактора Тек Лэб добавил на Барак, сейчас, наверное, обменит на Космопорт, пойдет в Банше и попробует какого-то Хараса это сделать. И очень жалко, потому что вот этот бедный один Хэллинов сейчас это сгорит, двух Хэллинов есть, оба сейчас за Тауэр идут, И СТ же внимательно посмотрит, он хоть бы вовремя спасет его своего, и Марина тоже шлет назад, потому что ему просто не хватает защиты. И сейчас, если Бистик Юти сейчас посмотрит это всего, он посмотрит, хм, интересно, мой соперник, у него нет Экспенд, у него Че, Че он планирует сейчас примерно. Ну, сейчас Бистик Юти, потому что из-за этого он строит Ворону, а, тьфу, не Ворона, а Вайкинг, мог бы построить Банша, но сам волнуется, если он сейчас Банше построит, у него не будет хватать защиты его своего экономию, он все сидит на одну базу и только начал его Экспенд в натурале. Как есть, Тэйжи просто нормально играет, все хорошо у него, начинает Хэллинов добавлять, уже Blue Flame апгрейд у него есть, добавил добавку уже на реактор, может просто больше Хэллинов добавлять сейчас, и смотрится сейчас Тэйжи пойдет в стиль МЕК. В МЕК, и мне очень нравится, потому что Тэйжи играет очень-очень хорошего МЕК, раньше, когда я его смотрел, конечно, у него был очень слабый МЕК, просто тайминги неаккуратные, что он все делал, но сейчас гораздо у него получше стало, и очень весело смотреть. Ну и сейчас он проходит через карту, нашел себе чуть-чуть Хэллинов, и о-о-о, сейчас если Бистик Юти видит, что Blue Flame есть, ему надо очень-очень осторожно приготовить к этому всему. Берет вот этих двух Хэллинов, ставит на Тауэр, чтобы у него контроль взгляд на карте была, и сейчас все просто на контроль, очень хорошего контроля от Бистик Юти, просто красного Хэллинов у него есть, Blue Flame у него нет, но все равно у него хорошая атака, и сейчас просто может, конечно, оба вот этих Хэллинов сгореть. И, о-о-о, просто позиция не дала ему, только одного, на одного обменка получилось у него, и сейчас Бистик Юти просто идет вперед с Вороной из вот этих Хэллинов, а у него тоже с собой есть одного Вайкинга, значит, если ПДД или Туретку поставит, будет, честно, большая победа для Тейжа, у него танков нет, у нас просто сел его Вайкинг, он будет пользоваться его как земляной защитой, и если Бистик Юти видит это всего, ему надо тоже своего поставить внизу, ну, уже типа поздно, уже потерял двух Хэллинов на той стороне Тейжа сам может Туретку поставить, бросил Туретку, и Туретке нелегко отбиваться, ну, Туретка у Тейжа сразу умерет, для Тейжа у него маленькие проблемы сейчас есть, двух Вайкингов на землю, вот эти Blue Flame Хэллины, они вот этих Вайкингов сразу не будут убивать, и вот начинается двигать, и Пул, а его КСМ-к сейчас начинается терять КСМ-к, и кто знает, вот это может быть большая или маленькая победа для Тейжа, если внимательно сыграет, для Бистик Юти, и сейчас Ворона на Ворона, атаку, ооо, не вовремя сел его Вайкинг, Тейжа потерял Вайкинг, и просто кучу-кучу это проблем сейчас для Тейжа, я не знаю, что у него проблемы сейчас, пробует ремонт ставить, ну, я чувствую, вовремя он не может защищать, послал Ворону назад, у него, наверное, еще одного Вайкинг была, нет, потерял ее, ну, сейчас просто Бистик Юти может уходить, а, он аж потерял вот этого, нет, не потерял, он просто уходет с вот этого Вайкинга, ну, просто оба игроков сейчас будет играть стандартного макро, очень круто сейчас, как Бистик Юти сыграл, я чувствую хороший обмен для него, потому что столько времени и ремонт Тейжа делал, тоже посмотрим, сколько экономии он потерял, 7 работников Бистик Юти убил, значит, во всему у Тейжа все равно пользы есть, 48 на 45, интересно, Тейж, вот эти корейские Этерны просто никак их не можешь пробить, боже мой, просто на уровень такого, огромный, это на лучший уровень играет, ну, и сейчас Тейжа пробует проехать, это всегда, как он делает, ранбайс Хеллинов и не вовремя может, танков и защита уже в позицию, значит, Хеллинов, это, конечно, Маринов и КСМ их не потеряет так быстро, Семь работников забавного звучит, А, да, моего русского, я согласен, Войд получше стал, я сам аж слышу, ну, еще мне надо, мне надо гораздо больше практиковаться, я, вот почему я комментирую, это, вот эти турниры и капы всякие, потому что без практики у меня лучше никакого не станется, и когда я стримы делаю, стримы делаю, ну, гораздо, мне надо побыстрее, получше думать, и когда я не просто плей-бай-плей, мне надо тоже анализы на игру делать, больше моего мозга это работает, Ну, сейчас Тейджа очень круто макро играет, он уже третьего забрал, на той стороне сейчас Тейджа пробует брать сам, но ждет, пока у него бункер нету, и в очень интересную позицию бункер поставил, я не знаю, если это прямо блокирует, где оригинальную позицию он хотел поставить, но Бистикьюти не фокусирует, пока сейчас бой в середину карты происходит, а вот эти Хеллины огромную помощь дает, и у Тейджа просто номер вайкингов громадящий, громадящий, сейчас все танки теряют, Бистикьюти просто, это падает, падает в лимит 99 для Тейджа, 83 для Бистикьюти, еще никак третьего не забрал, только сейчас, сейчас дроп Мюлов, но если он не внимательно сыграет, он может всех вот этого потерять, сейчас Бистикьюти ему надо хорошего защитного позицию забрать, потому что я знаю, как Тейджа играет, и как ему любит вот этих движений Хеллинов, и пробежки вот эти делать в минеральной линии, и убивать КСМ его соперниках. Если вы Тейджа играете, вам нравится Мег играть, учитесь о Тейджа, как он, у него движение, позиции всякого. Почему он самый лучший игрок, это потому что он так агрессивно играет, хорошую позицию берет, контролирует карту хорошо, и не боится это Хеллинов пользоваться, это двигает право-левых сюда, это в натуральную пробежку, дроп сделать с ними, в третью поставит, и просто бесконечно будет разрушивать твою экономию, КСМ их и МОЛ их убивать, вот этих Блуфлейм Хеллинов. Ну, пока сейчас как есть, я просто так говорю, он ничего еще не делает, просто сидит пассивного, ну, у него, конечно, армия гораздо лучше, чем у Би-Си-Кьюти сейчас. Добавляет еще двух Фэктори, во всему будет у него шестеров, и, конечно, на трех базах он может бесконечно юнитов и, ну, себе приготовить, это сколько надо. Ну, смотрю сейчас на апгрейдах у него 0-0, вот только одна проблема, апгрейдов никаких нет, значит, если он скоро никакой нехорошей атаку не поставит себе, Би-Си-Кьюти может, как-то может пробить вот это всего, потому что у него сейчас будет 2-2 скоро, плюс Сидж-Танк апгрейд 1, для его своего меха, так можно сказать. Ну, сейчас, вот я говорил, просто хочешь пробежать чуть-чуть, это убивать КСМ их, и просто сейчас не получается хорошая позиция у Би-Си-Кьюти, вперед шлет вот этих Хеллинов, пробуй позицию брать, и танков начинает спадать, ПДД поставил, значит, вот эти мародеры не может отбиваться, и вот это примерно, вот это примерно как Тейжи с Касом, Кас тоже самое дело пошел в Биотанк, и Тейжи быстро свою, это, 3 базы забрал, армию настроил, ворону одного держал, с одного банше, и просто ПДД бросил, вот эти мародеры ничего не могли делать, и Хеллина все дэмэджи забрали, и я чувствую, сейчас вот это скорее, чем всего будет ГГ для Би-Си-Кьюти, попробуй всего закружить, ну, еще одного ПДД поставил, и смотри, как сильно ПДД работает для Тейжи, вся энергия сейчас отойдет, ну, не перед, когда Тейжи всю армию у Би-Си убьет, и в эту позицию просто почти ГГ, будет очень-очень трудно пробиваться для Тейжи, он сейчас попробует дроп наверху вот этих танков, но опять запомни, энергии есть, цич танков он просто сейчас отберет, и просто не хватает юнитов для Би-Си, первая игра идет в пользу Тейжи,